Добрый день! Дораббанан, постановление наших мудрецов, которые во время этого великого собрания, которое было во время, в начале второго храма, при присутствии Эзра, Нехеми и всех других великих нашего народа, здесь было принятие на себя кроме того, что было здесь отменено, отменена сила у Ецарара, когда больше евреев, дурное начало не подталкивало для того, чтобы они служили, не подталкивало к службе идолам, против и разврата также наши мудрецы, увидев, что есть какой-то момент истины сейчас, попытались они изменить также и природу вещей. И в этой области, связанной с развратом, наполовину у них получилось. Знаем эту историю, не будем повторять. Ну и вот также множественные, многочисленные митсвот Дораббанан, заповеди на основании постановления наших мудрецов, были также введены и приняты на себя здесь. Мы говорили о заповеди Бекурим, о Корбан, о заповеди приношения в храм первых плодов, чтобы эта область была расширена от семи видов плодов, которыми славится святая земля, до буквально всех видов, все, что взращивает земля здесь, в Израиле. И также мы говорили о Корбан и Цим, о необходимости приношения, не жертвоприношения дров, а приношения самих дров для того, чтобы потом их сжечь, их поджечь и на них принести жертву. Вот у нас остались 38-39-40 стихи в 10 главе, и давайте их зачитаем и посмотрим, о чем здесь идет речь. И первую долю от теста нашего и приношения нашей и плоды всех деревьев, вино молодое, свежее оливковое масло будем мы приносить в комнаты священников, в дом Бога нашего, а десятину с земли нашей левитам. А они, левиты, братья, будут брать десятину во всех городах, где мы трудимся. И священник, потомок Аарона, будет с левитами, когда левиты будут получать десятину, и будут левиты приносить десятину от десятины в дом Бога нашего, в комнаты приношений. Потому что сыны Израилева и потомки леви будут привозить в эти комнаты приношения зерна, молодого вина, свежего оливкового масла, и будут там сосуды храмовые и обслуживающие священники, и стражи ворот, и певцы, и не оставим мы дом Бога нашего. Итак, три стиха, но много в них информации. Тридцать восьмой стих. И первую долю от теста нашего, о чем идет речь, решит арисот хэм, что в переводе на русский язык означает отделение хала, фрашат хала. Это заповедь, которую также здесь евреи ввели, несмотря на то, что заповедь эта могла бы не выполняться, как и многие заповеди, связанные со Святой Землей. Какая спешка была, или какая была необходимость в том, чтобы ввести эту заповедь? Или, скажем так, начнем с того, что почему евреи могли не отделять халу и не давать коинам? Отделение халы положено коинам. Это один из 24 подарков, которые полагаются коину. Сегодня мы зачитаем, тут много стихов, попытайтесь не заснуть, в этот отрывок из недельной главы Корах, откуда учатся все 24 вида приношений коинам, которые полагаются им от жертвоприношений, от, например, нашего замеса. И коины сегодня у нас не чистые, коины являются, несут на себе тумат, мы сегодня не имеем, не обладаем пеплом черной коровы, пеплом красной коровы, сожженной, и не можем их очистить. Кроме того, коины сегодня являются коаней хазака, что означает, что мы полагаемся на традицию о том, что вот этот коин, из-за того, что у него фамилия Коин, из-за того, что у него фамилия Рапопорт, он является коином, ну и, соответственно, должна быть устная традиция от дедов, от деда к деду, от отца к сыну, что, от деда к внуку, наверное, что вот этот человек является коином. Однако нету пол абсолютного доказательства сегодня ни у кого, что он является настоящим коином. Соответственно, мы можем всегда утверждать, каждый еврей может утверждать, мало того, что тебе, как коину, это, поскольку ты тумной, затумленный, нечистый, в общем, атоме, и тебе не положена эта вещь. Кроме того, мы можем сказать, что ты у нас амуцими хавро, а навра, а я, есть такое правило. Каждый, кто пытается прийти и утверждать, каждый, кто утверждает, что мне положено, я, например, коин, и мне положено отделение халы от твоего, замеса от твоего теста, человек, кажется, может сказать, хозяин этого теста, докажи, поскольку ты пытайся сейчас вытащить из меня это, получить это, докажи, что ты коин. А коин, как мы уже сказали, ни один коин сегодня не может утверждать в точности на 100%, что он коин. В общем, можно было бы эту халу не отделять, а фрешат хала не делать, но мы сегодня, благодаря нашим мудрецам, благодаря постановлениям Эзры, отделяем халу. Соответственно, из-за того, что коинам не дается хала, то мы отделяем кольшеву, нету размера у нее установленного, а сколько-нибудь отделить немножко, и это сжигается или выбрасывается. Машгехи на кашрута на предприятиях, там, где идет выпечка, и много замесов идет каждый день, отделяют, бросают это в определенную коробку или ведро специально приготовленное для этого, а потом это все организованно сжигается, потому что пользоваться мы этим не можем. И вот это было принято на себя. В двух местах в Торе упоминается об отделении халы. Одно место – это недельная глава Шлах, другое место – это глава Корах. Давайте я зачитаю эти. Первый раз в недельной главе Шлах Бамидбар, 15 глава, 18 стих. «И Господь сказал Моше, говоря, «Говори, сынам, Израиле, скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я введу вас, то когда будете есть хлеб той земли, возносите возношение Господу от начатков теста вашего, халу, возносите возношение, как возношение с гумна, так возносите ее». Отделяйте, я думаю, я бы перевел «отделяйте». От начатков теста вашего отдавайте Господу возношение во всех поколениях ваших. Как я уже сказал, Хала находится в списке 24 видов подарков для коинов. И оказывается, мы можем не отдавать коину, ну, Турмот, Маасрот, мы уже говорили как-то об этом, да, постановление Эзры, постановление Эзры, Эзра наказал левитов и коинов, тех, которые не хотели служить в храме, а был дефицит коинов и левитов. Левитов вообще была проблема, если вы помните, в книге Эзры мы занимались этим вопросом, и у нас там в списке из 42 тысяч человек, по-моему, 4 тысячи человек коинов, и при этом 380 левитов. Отсутствует пропорция, потому что левитов должно быть как раз наоборот больше, а коинов меньше, потому что коины – это те же уроженцы колена леви, но которые происходят только от одного арона коина, от одной семьи. И вдруг мы видим, что не хватает левитов, левиты не пришли в святую землю. Почему? Потому что вот эти вот 24, давайте я все-таки зачитаю сначала, чем мы начнем продвигаться дальше, о 24 подарках коинам. В книге также Бамидбара в недельной главе Корах, 18 глава уже, только что мы были в 15-й, в шлах, а теперь 18 глава, 12 стих, здесь 8 стихов, из которых учатся вот эти 24, это список 24 подарков коинам. «И Господь говорил арону, вот я передал тебе наблюдение за возношениями мне, за всем, что посвящается сынам Израиля, тебе я дал их в назначенную долю и сынам твоим уставам вечным. Вот что принадлежит тебе из Пресвятого, из возжигания, всякая жертва их, всякое приношение хлебное и всякая их жертва греха очистительная и всякая жертва повинности их, что они воздадут мне, святая, святых она, тебе и сынам твоим. На святом месте ешьте это, всякий мужчина может это есть, свято оно для тебя. И вот это тебе как дарственная доля и от всяких возношений сынов Израиля, тебе я дал их и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставам вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это». Обратите внимание, 11 стих «всякий чистый». Об этом также мы сегодня и говорили. А вот стих 12 «все лучшее из масла и все лучшее из вина и хлеба, начатки их, которые они дадут Господу, тебе я отдам их. Тебе я отдам их первые плоды всего, что в земле их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твое может есть это. Все посвященное Господу в Израиле да будет твоим. Всякое перворожденное, перворождение чрева, какой-либо плоти, которое принесут Господу из людей и из скота, да будет твоим. Но ты должен выкупать первенца из людей, и перворожденное от скотины нечистое должно быть выкуплено. А выкуп за это в одномесячном возрасте, выкуп его по оценке 5 серебряных шекелей по шекелю священному, 20 гейра. Но за перворожденного из быков, или за перворожденного из овец, или за перворожденного из коз выкупа не бери, святыняни, кровью их окропляй жертвенник. Их можно принести на жертвенники, правильно? А у других животных, которых нельзя принести жертву на жертвенники, и, соответственно, есть на них святость. Мы ими не можем, коины не могут ими пользоваться, и никто не может ими пользоваться, пока их святость не будет выкуплена. А мясо их будет для тебя, имеется в виду жертвы кошерные, да? Стих 18. «Как грудина возношения, и как правая голень тебе оно. Всякие воздаяния святынь, которые возносят сына Израиля Господу, отдаю я тебе. И сынам твоим, и дочерям твоим, с тобою уставом вечным». Это запрет соли вечный. Запрет соли имеется в виду запрет, который не будет отменен. То есть эта вещь, как соль, является одним из самых лучших консервантов. Соль или сахар, засоленные вещи хранятся, могут храниться вечно. Есть даже такое понятие мумии, которые, их называют соляные люди. Есть мумии, самые распространенные, наверное, все знают, мумии египетские. Есть соляные люди, которых нашли, которые прекрасно сохранились, даже их сапоги и вся одежда, их не преднамеренно делали мумиями, а просто они где-то остановились на ночлег в соляных пещерах в Персии, в Иране современном. И вот там они то ли умерли от болезни, то ли их убили на месте плотью. Я не помню, там плоть, все сохранилось. Но вот эти люди, полностью закристаллизовавшись, покрывшись солью и пропитавшись солью, оказались совершенно доступными для научных изысканий, для научных исследований. Вот такой вид мумии. Соляные люди. Так, соответственно, здесь соль используется как термин вечности, как термин того, что подкрепляет незыблемость какого-то договора. Вечный договор соли. Это завет соли вечной перед Господом для тебя и для потомства твоего с тобою. Сейчас еще и вспомнил, что у царя Давида о нем, ему Всевышний говорит вот такой вот завет, о том, что никогда больше потомки других людей, или, скажем так, потомки твои не будут смещены с престола. Всегда в Иерусалиме, правда, было еще Северное Царство, также основанное по приказу Всевышнего в наказание Давиду и Шломо. Но в Иерусалиме истинный царь и над Израилем был всегда единственным только потомки и отпрыски дома Давида. И там также говорится в одном из стихов, что это завет, вечный завет соли. И последний стих из вот этого списка подарков, приношений Коинам. «И сказал Господь Арону, в земле их не получишь на дело, и доли не будет тебе среди них. Я твоя доля, и надел твой среди сынов Израиля». Итак, второй раз мы в 12 стихе видели, что говорится о... В недельной главе Корах говорится, решит, начатки, то, что мы называем Афрошат Хала, решит, решит Риса. С самого начала, как только происходит замес, мы уже должны отделять. Можно отделять и нужно отделять. Допускается и другой вариант, когда можно отделять, но это в том случае, когда у нас не получилось. Если у нас нет возможностей, забыли, например, отделить от замеса. Или не было возможности, например, когда производят мацот. Когда пекут опресноки, то нет времени ждать, пока Хала немножечко... Не Хала, а тесто немножко взойдет. Как только добавили воды, как только сделали замес, и тесто готово для того, чтобы выпекать, сразу же начинается выпекание мацот, и понятно, почему, чтобы не скисли они, и не испортились. Так вот, откуда отделяют Трумот, Маасрот, откуда отделяется все это? И Решет, Решет, Арисот, Арисотхем, то есть отделение Халы от готовых мацот. И хозяйка дома, если забыла, если она испекла определенную меру, есть размеры, есть шиур, после которого хозяйка обязана отделять халу, есть благословение, есть нусах, текст, который произносится, молитва. Также, так вот, если хозяйка забыла это сделать от замеса, то Мала может от уже готовых булочек, буханок, хлеба, из того, что она испекла, отделить с тем же благословением и с той же размера, сколько-нибудь взять. Теперь, с Трумой, с Халой мы, с Решет, Решет, Арисотхем мы разобрались. И также у нас здесь говорилось в 39 стихе, и вот, и до конца главы все время упоминается о Лишкат-Элоким, Лишкат-Хаоцар, Бейта-Хаоцар, это разные термины одного и того же понятия, склады, туда, куда приносились Трумоту Маасрот. Трумот и Маасрот обязаны отделять евреи. Трумот отдаются левитам, Маасрот отделяются койнам. Эзра, увидев, что у него есть проблема с людьми, с койнами, с левитами, которые обязаны служить в храме, ввел такое постановление, следующее постановление. О нем мы уже говорили и сегодня, и совсем подробно в книге Эзры. Тот знаменитый КНАС, штраф Эзры, на основании которого он, на основании чего мы как раз посмотрим сейчас, в чем, собственно, заключалось постановление, оно состояло в том, что теперь все евреи, у которых была своя земля, в то время практически все евреи жили от земли, жили натуральным хозяйством. Они, отделив Трумот и Маасрот, все это должны были приносить в храм. В храм, в специальное помещение, которое называется, как мы сегодня, Бейта-Отцар, да, самое распространенное имя. И я преднамеренно говорю, выбираю именно это определение. Бейта-Отцар, дом, ну, склад, место хранилища для Трумот и Маасрот, потому что мы еще будем смотреть стихи из книги пророка Малахии, и там пророк Малахий как раз вот употребляет именно такое слово. Именно такое слово в дом сокровищ. Бейта-Отцар, дом сокровищ, это так переводит Масадрава Кука. В хранилище. Теперь, все, все Трумот и Маасрот сконцентрированы в этом специальном помещении, и Эзра выдает тем коинам и священникам, и левитам, которые служат в храме. Кроме того, что это был штраф тем левитам, которые не хотели служить в храме, занимались. Земли как раз было очень много, и евреи, как мы помним, расселились по всем территориям, и не только по территориям колена Иуда и Беньямина, а также и доходили их поселения до Голландских высот, достаточно двух городов, которые мы приводили как пример. В Мишне, Мишна, говорит, Мишна в Масехе-Чвейд, который приводит города, в которых соблюдался Йовель и Шнат-Шмита. Так вот, там перечисляются два города, которые точно находились в Галилее. Это один, это Гамла, на юге Голландских высот, и один в Южной Галилее, это Етват, если я не ошибаюсь. Так вот, там, в этих городах, также жили евреи. Соответственно, евреи могли расселиться, мы приводили доказательства по всей территории. Сегодня мы увидим, и если успеем, дойдем до 12 главы. Начнем 11 главу, 12, в общем, будут упоминаться места расселения евреев, Бер-Шева, юг, то есть не только иудея, хотя Бер-Шева, это да, иудея, но, в принципе, там жило колено Шимона, когда евреи захватили святую землю, то колено Шимона, не имевшее своей территории, в наказание за историю поддержания. За то, что они поддержали своего начальника, одного из лидеров своего колена, когда он устроил прелюбодеяние у всех на глазах. Были другие причины еще, в общем, колено Шимона осталось без удела в святой земле, и когда они помогли колену Иуды захватить свои территории, а земли было очень много для того уровня населения, которое было, и состав в колене Иуда, тогда Иуда разрешил жить колено Шимону у себя на территории. И те, кто сегодня издают религиозные комментарии с религиозными картами, часто рисуют на основании различных источников колено Шимона, вот южная половина, то есть иудея современная, как мы это себе представляем, но также и дальше, южнее и простой иудеи Хеврона, идет Байр-Шева, и вот Байр-Шева как бы считается столицей колена Шимона. Вот мы увидим, что везде расселятся евреи по всей территории, земли было много, соответственно ли евреи могли отделять много плодов, и все жили с землей, и приносить это в храм. Так вот, какие здесь могли быть еще проблемы, и каким образом вот это постановление, мудрое постановление Эзры, помогло решить некие другие проблемы? Прежде всего, скажем, со стороны коинов и левитов, само это явление, оно не очень приятное, сама вот эта ситуация, когда они должны приходить на гумно, приходить на какие-то элеваторы, если они были в те времена, что-то подобное этого, приходить в те места, где отделяются трумот и мастер, вот до того, как хозяин внес их в свой дом, для того, чтобы получить свою долю, это называется побираться. И не каждому это подходит, не каждому это нравится, и не каждый хозяин с приятным, с хорошим и милым выражением лица встретит любого коина. Я был свидетелем как-то в Меа-Шиарим, известный район религиозный, в районе Геула в Иерусалиме, и там есть улица центральная, Малхи-Исраэль, которая потом переходит после площади Кикар-Шаббат в Меа-Шиарим уже. И там с двух сторон магазины идут. И вот в одном магазине, как раз он немножечко был бы симта в переулке, один коин подошел к хозяину магазина обувного, и я слышал, видать, он сказал ему, что он коин, этого я не слышал, но только я увидел, как он переспросил, ты коин? Глаза у него округлились. Нет удивления коинов, слава богу, нет недостатка сегодня в коинах. А он заинтересовался, и видно, что человек благобоязненный и отделяет все, что нужно, несмотря на то, что мы сегодня не обязаны отдавать, но вот он ты коин, уверен, точно, да, и он зашел и вынес ему несколько коробок обуви, обувной магазин. Был я также и еще одного человека в гостях, как-то в Суккот, в Хадере, город между Занатанией, между Хайфой и Нитанией. Ну, по израильским меркам большой город, и там жил один религиозный еврей, а рядом с ним другие религиозные евреи из Аргентины. И вот у них было авокадо, и они собрали урожай, я прихожу домой, были в гостях у этого человека, смотрю, стоит огромная посудина с авокадо, нет, вот я коин, они меня отделили из этого урожая. Как раз авокадо не является, не относится к семи видам плодов, которыми славится святая земля, но как в соответствии с восстановлением эзры от всех видов наших продуктов, природ, все, что взращивает земля или деревья, плоды, все это отделяется. И таким образом теперь коин просто приходил, показывал свое удостоверение коина, которое, наверное, тоже, о котором эзра позаботился, чтобы было у каждого коина. И ему тихо, без очереди, да, или в соответствии с назначенным для него временем, он тихонько получался, без позора, без необходимости переступать через свое «я», получал положенную ему долю. При этом, конечно же, он должен был показать и другой документ, количество часов, которые он наработал в храме, на коин или левит. Ну, теперь, есть еще одна проблема, которая была решена здесь. И эта проблема была серьезной, потому что, сейчас мы увидим из примера, который я приведу, оступился даже царь Давид в выполнении этой заповеди, отделения десятины и трумотума асрод, о чем идет речь. Каждый человек может отдать, должен отдать десятин. Каждый еврей, у которого есть урожай с земли, он должен отдать десятину. Хорошо, мы это знаем, скажете вы, да дальше. Он обязан это отдать коину или левиту, тоже знаем, да. Но не может коин прийти и забрать, отнять насильно. А то была бы у нас тогда очень интересная ситуация. Ладно с зерном, ладно с какими-то плодами, ладно с десятиной, которую я и так обязан отдать, а то вот ребенка нужно выкупить, первенца я имею в виду. Родился Бхор, первенец. В течение тридцати дней его нужно, на тридцатый день его нужно выкупить. Так? Верно. Приходит коин, берет ребенка и говорит, не получишь ребенка своего обратно, пока не выдашь, извините мне, вот это, то, что мне положено, не выкупишь у меня за определенную сумму денег своего ребенка. Ну, верно, ситуация абсурдная. Ты, конечно, коин, мы обязаны это сделать с одной стороны, но ты не имеешь права взять насильно, силой у нас. И, соответственно, и плоды также мы не обязаны давать какому-то определенному коину. А хозяин может выбрать самостоятельно какого-то коина. У него есть, например, Шурин, вот его сестра родная вышла замуж за коина, теперь она тоже имеет право кушать трумот и масрот. Или у него есть знакомый, хороший друг, и он решает отдавать все, а он является большим землевладельцем. И здесь может создаться, и создавалось, складывались такие нехорошие ситуации, неправильные ситуации, несправедливые, когда какие-то коины оставались без, ну, которые не очень были шустрыми, скажем так, не бегали по полям или не имели связи. И кому-то доставалось больше, кому-то доставалось меньше. А, как я обещал, сказать о царе Давиде, что даже был голод во время, в конце дней правления царя Давида, есть два мнения, по какой причине был этот голод. Одно из мнений говорит, что Давид отделял, у него был учитель, звали его Ира Гае Ири. Он был величайшим мудрецом Торы, и он был коином. И Давид, как любой царь, обладает, да и вообще его отец был еще богатым человеком известным, на Ишай, в Бетлехе, в Бетлехе, в Вифлеем, это родные земли этой семьи. У них были поля, и просто, наверное, Давид был богатым. И вот все, что он отделял, он отдавал этому коину. Другие оставались, может быть, не только обобранные, но и даже голодные коины. И вот за это Всевышний так наказал народа Израиля, послал даже голод Давиду, из-за Давида, за то, что вот так вот он вел себя. Итак, эта проблема сейчас также у нас решается благодаря постановлениям Эзры. И теперь больше мы не можем отдавать, кому нам вздумается. Ну, сегодня, вот эти вот истории, которые я привел, разумеется, другая. Нету храма, и мы не относим наши Трумотума с род в храм, в Бейтау Цар. Вот тогда все это было упорядочено, и сразу же Эзра убил нескольких зайцев, троих, четверых, решили несколько проблем, и теперь все. И волки сыты, и овцы целы, и храм в храме есть кому служить, и коинам есть что кушать, потому что коины левиты изначально не обладают своей землей, нет у них своей земли. Правда, я думаю, что во время второго храма, как раз когда был недостаток в людях, и наоборот стремились как бы рассредоточиться по всей земле, как только могли, с самыми минимальными группами, сколько там, чтобы хотя бы был миньян, могли собраться в субботу, помолиться, и в синагоге. А все остальное, да, это вот только главное удерживать земли, расселяться, развивать всю эту инфраструктуру, и все это легло на плечи всего 42 тысяч человек. Поэтому я думаю, что и коины, и левиты нашли какие-то земли, которые, может быть, по закону не принадлежали им, но они могли кормиться с земли. Однако трумоты, масрот, которые им положены, как говорится, никогда не помешают и никому. Итак, я думаю, что мы эту тему исчерпали, трумоту, масрот. Единственное, что я обещал вам привести из Малахи, последний пророк народа Израиля, он же Эзра, эти же стихи, 3 глава, 7-й, 10-й стихи, являются о 2-й Шаббата Гадоль, читаются бы в Шаббата Гадоль, когда он выпадает перед Песохом. И вот, 7-й стих, 3 глава, 7-й стих. «Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам». Сказал Господь свокот. «И скажите, и скажите, в чем возвратиться нам? Может ли человек ограбить Бога? Ибо вы грабите меня и говорите, а Всевышний им отвечает на их вопрос. Ибо вы грабите меня и говорите, чем мы грабили тебя? Десятина и возношение. Вот это то, что вы не отделяли. «Проклятием прокляты вы, а меня грабите вы, весь народ». То есть человек думает, что он не отделяет десятину. И я не пришел сейчас подталкивать людей и отделять десятину еще и в пользу нашей организации. Просто я зачитываю стихи, потому что они имеют отношение к нашей теме. Но как раз вспоминается история о том, как один... В Иерусалимском Талмуде приводится история о том, как один еврей богобоязненный всегда отделял десятины, все было хорошо, дела шли хорошо, пар носа, пропитание. А когда он умер и оставил свои поля своему сыну, то какой-то первый раз, первый сезон, первый сбор урожая еще сын шел по стопам своего отца, отделил все как положено, а потом зачем отделять, когда можно не отделять. И в конце концов он дошел до того, что перестал практически отделять десятину. И в конце концов... Как говорится? 90% были твои, оставались всегда тебе, а 10 ты отдавал. В конце концов, все 90% его земель стали принадлежать кому-то другому, он их потерял по разным причинам, но и только 10% остались ему. А ты держался за эти 10%, ну, пожалуйста, продолжай держаться. Кому тяжело, тот знает, что можно пойти к раввину и организовать, вычислить или составить какие-то таблицы, когда можно не напрямую отделять деньги, которых не хватает, как я говорю, практически всем, а взять и, например, высчитать. Есть различные вещи, например, покупка книг для учебы, для учебы детей, оплачивание детской учебы. Хейдер только стоит 350 шекеля, а если уже есть взрослая девочка в доме, девушка, которая идет учиться, учить специальность там, и 2000 в месяц могут быть расценки за учебу. В общем, все это можно вписать в десятину и таким образом облегчить груз вот этого отделения от денег, которых всегда не хватает, но, по крайней мере, иметь отношение, быть вот в этой теме, иметь отношение к этой теме, к этой заповеди, хоть таким образом, пусть и не наличными, вот так вот вытащить из кармана и отдать на какую-то вдову, на каких-то сирот, на какие-то другие нужды, но каким-то образом приобщить себя к этой заповеди. Почему? Потому что мы видим, что и проклятие приходит из-за этого, и история достаточно такая страшная, которую я привел из Розелимского Талмуда. «Принесите десятину в дом сокровищ», говорит 10 стих, 3 глава из пророка Мелахи. «На вас благословение сверх меры и прикрикну ради вас на все пожирающие саранчу», то есть не будет в саранчи в ваших уделах, стиральная машинка не будет ломаться, иными словами, зубы не будут гнить у детей и у самих вас, и не будут у вас лишние расходы, которых могло и не... То есть не будет расходы, которые обычно мы не смотрим как наказание, а видимо на текущие расходы. Так вот, их может не быть. «И не будет она губить у вас плоды земли и не лишиться плодов у вас виноградная лоза в поле», сказал Господь Свокот. «И скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной вожделенной, простите, страной вожделенной, сказал Господь Свокот». В трактате Таанит. И уже в Вавилонском Талмуде приводится еще одна история Ра... Значит, как было? Раиш Лакиш и Раби Йоханан. Два великих Таны, два Гиса, два Шурина. Раиш Лакиш был женат на дочери, на сестре родной Раби Йоханана. И вот Раби Йоханан, однажды идя по улице, встретил своего племянника, сына Раиш Лакиша и его сестры. И он спросил, ну, Псокли Псукеха, скажи мне, процитируй мне стих, который ты сегодня... то есть тему, которую ты изучал сегодня в Хедере. И он сказал, процитил у вас стих из пророка Малахи. Отделяйте. Отделяйте. И также он рассказал не только стих, а и дрошу. Как тут написано, если читать на иврите, так, те асер. Те асер отделяй десятину. И мальчик сказал, асер, гдэй житит ашер. Ну, известная дроша наших мудрецов. Отделяй десятину для того, чтобы обогатился ты. То есть не наоборот, как бы я понимаю, что это заповедь, и я должен, вынужден отдать, а этим... Ну, и я уменьшаю свое состояние на 10%. Наоборот, ты обогащаешься, еще и у тебя будет удача, и еще больше тебе Всевышний вернет, а у Всевышнего, как мы говорили, нет недостатка в способах, которыми он может обогатить нас или уменьшить наши расходы. А сказал тогда дядя Рабьехан, а кто ты знаешь? Что за дроша такая? А сэр, гдэй житит ашер. А он сказал, иди проверь. Ну, ты даешь. Разве можно испытывать Всевышнего? Сказал Рабьеханон. И тогда племянник сказал, а, ты прав. Мы не можем устраивать опыты со Всевышним. Мы не можем устанавливать условия, сделай мне так, тогда я сделаю так, и так далее. Но, оказывается, здесь в стихах заложена сама эта опция. Это единственный случай, когда нам разрешается испытать Всевышнего. то есть мы имеем право поставить условия, как на бирже. Я делаю так, ты делаешь так, как у работодателя и работника этого работодателя. Это мои условия. То есть, если ты не увидишь этого благословения, ты имеешь право безнаказанно прекратить отделять десятину. А где это написано? Стих, из которых мы прочитали, сказал Раби Ошая, и испытайте меня этим, сказал Господь. То есть, Всевышний рассказывает, разрешает нам испытывать его именно в этой заповеди. Здесь есть определенные механизмы, которые просто не вводятся в действие. Что я хочу сказать? Есть различные сгулот, различные попытки указать нам на то, что, ну, вот ты сделай так. Например, сказано тоже, какой-то Танар, я не помню имя, рассказывает, что он обогатился, или Всевышний обогатил его, потому что он не жалел в воду, когда лил на руки. То есть, не вот взять на тлу, на телатницу, как мы ее называем, на сосуд с двумя ручками, с которого удобно поливать, например, три раза утром после пробуждения. Что значит три раза? Там приблизительно есть шесть ревиитов. Вот в этом, в этой, входит шесть ревиитов каждый раз, на руку полить, чтобы было три раза, направо отрезано, на левую по очереди. Но может быть, один раз ты не попал, или немножко полил мимо, или меньше наклонил, и, соответственно, реветь не выплеснулся. Налей чуть больше, плесни еще раз, раз, два, налей еще. счет это не очень увеличит твой, для Мэрии, счет воды, а зато уж точно ты очистишься. То есть, вот это вот очищение, снимание с рук нечистоты, оно имеет, находит милость особую и важность в глазах Всевышнего. Поэтому сказано, что вот есть такая сгула, тот, кто не жалеет, когда он льет воду на руки, тот также может обогатиться. И там же Гмара говорит, приводит. Я помню, как раз писал в статье для Байрот Ицхак на втору шабата годоль, что не все люди обогатились. Очевидно, что это, прямо Гмара признает это, потому что не все люди, которые делали так, им это принесло богатство и состояние, или нормальное положение, когда он не нуждается, особенно в деньгах. Почему? Сгула верная, сгула правильная, но, это вот средство для Бога, но мы, в нас есть масса других каких-то механизмов, или скажем, мы просто назовем других заповедей, других грехов, которые мы совершаем, проступков, и они могут нейтрализовать. То есть, есть какие-то механизмы, которые крутятся в наши, здесь махафик идет в эту сторону, а здесь какая-то ременная передача, она идет в эту сторону, крутит что-то. И все это работает, как в швейцарских часах, все является одним механизмом, все это связано. И если ты здесь хорошо крутнул, да так хорошо, такую заповедь сделал, такие заслуги заработал, что у тебя набирается, и должно вроде бы как это, принести какие-то дивиденды, не только духовные, но и материальные, как нам обещают. Тем не менее, ты можешь где-нибудь остановить другую решетку, другую шестеренку, и она своим грехом, своим проступком, и соответственно, это нейтрализует или уменьшает влияние предыдущего движения на другой элемент механизма. Иными словами, человек находится под влиянием различных сил, различных заповедей, различных нарушений, и они друг друга могут нейтрализовать, наоборот добавлять и так далее. И соответственно, конечный результат это результат каких-то массы-массы движений, векторов и других различных сил, которые выходят в результате каким-то одним, каким-то одним движением, каким-то одним результатом. Вот здесь же, здесь, Всевышний обещает, что тот, кто выполняет эту заповедь, отделение Трумуты Маас Рот, как говорит пророк Малахи, что вот это влияние, эта заповедь находится обособленной, и она не находится под влиянием других, даже отрицательных движений духовных внутри нашего, нашей души, внутри нашего тела. В общем, и последний момент, мы подходим к концу нашего урока, последний момент, касающийся Трумуты Маас Рот, от чего отделяют Трумуты Маас Рот? От разных вещей, от разных видов еды, это должна быть еда, прежде всего, а не соль, хотя соль тоже еда, может, добавляется, пищевая добавка, но это не еда, я, разумеется, о том Раше, который рассказывает, что Эйсав, сын Ицхака, хотел найти милость в глазах Ицхака, когда он отделял, путем того, что он отделял, задавал вопросы папе, нужно ли отделять десятину от соли, и что там еще от кашветевен, то есть от соломы, сена и соломы, нужно ли отделять десятину, и это находило милость в глазах своего отца, таким образом, он находил милость в глазах своего отца, то есть отец, вот какой умный вопрос, где здесь умный вопрос, ведь, спрашивает Рамхайм Каневский, один из причащих милостей нашего поколения, вопрос глупый, ну, это все равно, что, а нужно ли отделять десятину от одноразовых стаканов, или от угля, конечно, не нужно, где он хотел здесь найти, что, что, но если Раше, пишет, если Раше приводит, разумеется, тоже Мидрашим, а Мидрашим своими источниками уходит к нашим Танаим, и даже раньше, где-то здесь должна быть мудрость заложена, вопрос умный, и Рамхайм Каневский предполагает, высказывает такое предположение, как можно это объяснить, сказано в одном из Мидрашей, Пирки Драби, равносан, если я не ошибаюсь, что когда превратилась жена Лота в соляной столб, так она называется в Торе Нецив, больше нигде Нецив не называется, только Амуд, обычно Амуд, а Нецив, это он же Амуд, почему здесь используется слово Нецив, и приводит он еще один Мидраш, Рамхайм Каневский, что это Нецив переводится как произрастающее посаждение, посадка, и вот почему, потому что просто столб соляной было бы неправильно, столкни, столкни, было бы неправильно назвать, и потому что сказано, что быки каждый день приходят и слезывают этот соляной столб из вояния в форме жены Лота до пальцев ее ног, и потом они прорастают вверх, как стологниты, которые на самом деле не произрастают, а просто столоктиты, которые выкопались вниз, они капали, капали, и вот накапалось так вот с этими минералами, они выросли вверх, они не растут самостоятельно. Там же соль эта произрастала самостоятельно от пальцев ног, Вновь появлялся к утру этот соляной столб. И, говорит Равхан Каневский, возможно, что этот соляной столб, который в те времена еще существовал, наверное, Ассоль от этого соляного столба, Ассав и спрашивал, нужно ли отделять десятину или нет. Потому что здесь уже появлялся, это не просто соль из Мертвого моря или из залива Карабагас-Гол, где там на Каспийском море со стороны Туркменистана, или на озере Сивар, где добывают соль. Ту соль действительно не нужно от нее отделять десятину. А вот здесь соль, которая произрастает, это растение. Может быть, и отец говорил, да, умный вопрос, но не нужно. Отвечает Равхан Каневский, почему? Потому что сказано, что Не отделяет десятину Туркмот и Масрот от вещи, которые не сеются. То есть для нас мы должны... Вещь, это должна обладать плоды, эти тремя параметрами. Это еда, вещь, которая хранится, шамур, довар шамур, и вещь, которая произрастает из земли. А вещь, которая произрастает из земли, она, как правило, сеется. То есть нужно положить семя, которое со временем, при удобных климатических условиях, начнет произрастать. Грибы, которые... Пусть и у них есть грибницы, и всегда советовали в детстве никогда не срезать, не рвать, потому что ты рвешь, повреждаешь грибницу, да, а срезать аккуратно ножиком, вот это именно нож, по ножке самого гриба. Тем не менее, грибница не выполняет функцию корня, а таким образом они собирают бактерии, которыми питаются. И поэтому гриб может расти на стене, он может расти и на ноге, он может расти и на дереве, где угодно. И петриот, а также и кмигин, что-то подобное. Петриот, грибам, от них не отделяет десятину, как и от соли. Ну вот, я думаю, что на этом можно остановиться, можно закончить десятую главу. И в следующий раз, смотрите, я обещаю быстро пройти две главы, потому что... А может быть и больше, потому что здесь опять списки. Опять списки людей. И разумеется, есть что-нибудь, есть там информация, которая может быть нам интересной, но все-таки списки – это списки. И на их зачитывание не уходит много времени. Поэтому в виде анонса 11-12 глава, в следующий раз бы из Раташем, а там уже 13-14, и будем думать, что мы будем дальше изучать вместе. Без Раташем, с Божьей помощью. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.